всем привет вы на канале богини рукоделия и с вами милочка так сегодня я хочу вам рассказать еще об одной моей начатой работе это для меня на данный момент гигант эта схема индивидуального индивидуальная разработала мне ее дизайнер галина нестеренко вот я хочу сегодня они подробно рассказать показать вместе с вами повышевать с нами здесь google как вы видите его лапку вот так что усаживаемся поудобнее делаем чай кофе и смотрим и Субтитры подогнал «Симон» 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 схема вот здесь смотрите прям мне дизайнер разработчик схемы галина нестеренко вот она здесь прописала на каком каунте вышивать то есть какого будет формата эта работа я вышиваю на 16 каунте то есть у меня будет 38 на 53 сантиметра вот это будет у меня такая вышивка такой наш улов будет вот потом здесь ниточки дмс то есть так как по моему запросу и вообще надо что она разрабатывает схемы только на дмс ну как бы меня это устроило полностью здесь получается 1 полных цветов 60 и еще из них 14 блендов будет то есть это для меня но больше но у меня пока не было так дальше схеме схема вот здесь довольно обычные для меня понятные значки схема состоит я все доставать по одному листочку вам не буду потому что но это я считаю не очень интересно я посмотрю сколько я уже забыла насколько вообще листов схема у меня потому что еще первого не могу вышить вот такой режим вообще вышивки и работы всего на свете я не знаю когда я все успею так 25 страниц здесь схеме 25 страниц я еще не вышла ни одной а уже прошло как вы видите скоро будет два месяца то есть вот еще раз это схемка красиво мне очень нравится но для меня она очень дорога и очень это такая значимая для меня схема вот так она у меня одета пальцах ногре с обратной стороны вам покажу вот так вот то есть я сейчас вам достану все-таки эту конву я планировала не доставать но все-таки достану я хочу показать как я ее свернула сейчас я кофе немножко уберу чтобы она мне не пролилось никуда я хочу вам показать как же я но это пяльцы ногре самые большие какой здесь диаметр честно я не понял наверно 18 сантиметров вот если они у меня есть большие есть поменьше есть еще совсем самые маленькие которые там 6 сантиметров у них диаметр мне очень нравятся эти пяльцы вообще очень очень я сниму обязательно сниму видео когда я сравниваю пальцы обычные и пальцы ногре так что вы подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик там будет рядышком с подпиской чтобы не пропустить этого очень полезная информация смотрите ну как бы канва у меня вот какая очень большого размера я сейчас ее так сверну чтобы вам показать смотрите в два раза я ее так вот два раза на меня от край вот такая вот канва 16 аккаунта я ее беру просто гармошкой скручиваем сейчас я дойду до камеры просто камеру двигать за своими руками я не могу к сожалению вот так вот я и скручиваю такую гармошку с одной стороны и с обратной стороны тоже так же сам то есть вот вот так вот для того чтобы но это схема у меня получилось она самая большая мне вышивка и она мне самая мобильная то есть я ее беру везде мы едем на рыбалку я ее беру с собой ну потому что другого времени у меня к сожалению больше вышивать негде некогда и она мне самая большая получилась самой мобильной берем одеваем этот чехольчик и очень хорошо как его нужно натянуть очень хорошо ровненько есть моя ниточка а иголочка я сюда в эту гоничку гену вот так вот я это все дело прячу и благодаря вот этому чехлу благодаря этому чехлу на пяльце у меня вышивка не вымазывает конечно же мне нужно было перед тем чтобы снимать это видео постирать этот чехол но так как у меня на все время не хватает но я вам показываю правду я вам показываю реальность как она у меня есть мы только вот сегодня приехали с рыбалки я сразу вам решила снять видео и показать все таки как же у меня этот процесс вообще организован как же я вышиваю ну вот вот как оно и есть вот так вот я сложила с обратной стороны здесь конечно да вот такая какие называю гуля ну я ее периодически вот так вот чехольчиком закрываем то есть и мне очень удобно честно хорошо удобно вот удобно так теперь пойдем к ниточкам как же такое количество ниточек организовать давайте будем кофе пить продолжаем дальше у меня есть такая вот коробочка вот она вот сейчас ее подвину так чтобы она была вам видно вот эта коробочка вот такая коробочка в ней у меня лежат все мои цвета ниточек для этой схемы вот так вот открываете и перед вами перед вами вообще открывается вот такой вот вид такая вот красота вот это все сделано не так все мои бобиночки все цвета которые здесь лежат у меня прописаны и отмечены вот здесь вот в этой вот палитре поскольку цветовую то есть для меня это удобно когда у меня останутся когда мне закончится цвета я буду просто вычеркивать и потом я буду знать какой цвет у меня здесь остался давайте перейдем к бобиночкам бобиночки у меня они получаются картонные возьмем любую из них вот картонная бобиночка бобиночка дмс так как коробочка это тоже дмс в них шли бобиночки но у меня еще были мои другие бобиночки они более плотнее в дмс они такие вот как бы картон такой он гнется а мои сейчас я найду где же моя была бобиночка вот мои были такие по плотнее держание так ну хорошо если я найду ее другую бобиночку она более пожестче я вам покажу сразу не обязательно и я купила для удобства специально для этой схемы вот такие вот наклеечки номера номера здесь я где например там повторяется очень часто очень часто которые нитки популярны вот например 310 черный дня их вот 4 у меня есть четыре наклеечки это двух наборов наклеечек то есть в одном наборе было две штучки такого цвета но написанных так что вот так вот очень удобно это красиво и честно как бы вдохновляет когда ты открываешь когда все вот так вот собрано красиво по цветам и смотрите как она все ровненько вот это для меня идеал то есть мне это очень нравится удобно опять же очень удобно мне их транспортировать я взяла эту коробочку очень плотно закрыла все ее в пакетик положила приехали на место я ее открыла взяла нужный цвет вышиваю но у меня к ним к этой вышивке есть такие вот планшетки сейчас я давайте соберу ниточки на место потому что нужно сразу убирать все на место все ложить потому что много очень процесса все это теряется потом так вот есть такие планшетки но не всегда удобно достать опять бобиночку отрезать отмерить оттуда взять ниточку вышивать потом эту ниточку опять куда-то нужно одевать опять нужно брать новую и поэтому я пришла к такому выводу что мне нужны вот такие вот органайзеры для ниточек здесь я уже вот в эти органайзеры прицепила те ниточки те цвета которыми я уже вышивала то есть я не все сразу я все 100 штук не взяла и сюда не нацепила нет то есть 65 а просто беру те которыми я вышиваю и которые мне нужны были в процессе вышивки в сеть вот вот так вот они у меня организованы очень удобно мне комфортно удобно я же говорю что самая большая вышивка стала у меня самой мобильной вот давайте мы с вами немножечко повышиваем повышиваем как раз вы посмотрите как я вышиваю уже на белой конве там вы видели что я вышивала на черной конве ну посмотрите мне этот гугл ну просто не дает прохода ты двинься мне нет места он такой этот гугл у меня любит сниматься как он любит папарацци и вообще это для него сейчас самые главные моменты вообще наверное целый день он сидит ждет когда придет вечер когда же я буду ставить свою установку для съемок когда же он будет здесь вот слушать когда о нем говорят давайте вот по схеме я в принципе вот вышивала здесь мне осталось есть сейчас посмотрю осталось вышивать вот цвет крестик символ крестик это черный цвет то есть я даже смотреть не буду потому что знаю что это черный цвет потому что вот здесь вот и много его вышивала значит мы возьмем черную ниточку сейчас сейчас кстати я ее перевешиваю эту ниточку сделаю правильно и я хочу правильно все-таки научиться брать ниточки чтобы их вот так вот не развязывать с бобиночки не доставать а чтобы мне сразу ее с помощью иголочки поддевать ну поддевать и брать только ниточка у меня оказывается будет очень длинной сейчас не сделаю так вот она очень длинная будет ниточка вот вот она так смотрим вот так вот вот смотрите ух ты ура 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 у меня получилось ура 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 я вообще у меня радость такая потому что я реально я не знала что так можно делать и спасибо от той моей знакомой марине которая мне подсказала что нужно делать так а не так как я делала я делала ну то есть немало всю прядь ниточек доставала нужную потом опять их сюда вот прикрепляла то есть вот уже с этим вообще с этой находкой способа доставания ниточек вообще моя жизнь облегчится наверное в тысячу раз потому что у меня все ниточки они сделаны на планшетках на вот таких но я стараюсь не нравится мне нравится очень эти планшет очки вот вот я очень люблю такую всякую красоту посмотрите какая планшет очки красиво с такими ножничками такая красивая прямо на вдохновляет братьево сживать такой розочкой красиво а вот это это планшет очка смотрите нас такими розами и розы красивые вообще очень красиво а это вот это вот маяк маяк корабли такое лето такое море ну конечно красота очень красиво очень мне нравится и поднимает мне это все настроение поднимает настроение желание вышивать желание творить прекрасно вот так вот где же я я где-то брала иголочка вот она иголочки эти вообще они имеют свойство так теряться что у меня есть две игольнички а мне их просто-напросто мало потому что потому что мне нужно чтобы одна иголочка была на игольничка была на один процесс ну не всегда это получается так и приходится иголочку сейчас минуточку я опять забыла свой нитьевдеватель он у меня лежит в вишенках его забыла сюда взять смотрите если вы заметили здесь не идеальная изнанка критику принимаю я особо растраиваться не буду я умею вышивать с идеальной изнанкой я знаю как это делается я даже вышивала и есть у меня картины я вышивала с идеальной изнанкой но в данный момент это не тот случай так давайте я посмотрю все же посмотрю на схему правильно ли я буду вышивать то есть я вот сейчас хочу взять маркер чтобы вот смотрите эти мои опять же веселые маркеры все их помнят всех любят знают их тоже очень люблю возьму этот нет возьму зеленый потому что мне эта неделя была зеленая мне нужно будет я сейчас после съемки видео буду сдавать отчет в группе и гигантомане буду тоже давать отчеты поэтому мне нужно будет здесь посчитать крестиков сколько же я вышила а я вышла на этой неделе очень мало крестиков потому что неделька была такая насыщенная были помидоры перцы которые которых нужно было вообще что-то с ними сделать и очень много времени уходит на домашние дела потом нужно еще успеть снять видео потом его как-то обработать смонтировать и то есть вышивать в принципе только вот на камеру только вот вы видите можете посмотреть там плейлист все видео мы мои мои и узнать сколько же я вышивала на этой неделе вот собственно и все без вас я наверное не сделала ни одного крестика но это все поправимо начнется новая неделька немножечко я войду в этот режим ритма ритма возьму новый наберусь сил возьму разгон как говорится и буду мчать вышивать потому что набралась много вышивок везде во всех сп состою отчеты сдавать нечем потому что не вышиваю но я это исправлю обязательно исправлю так вот я вышиваю черной ниточкой на белой конве в принципе ничего здесь сверхъестественного и сложного нет если вы смотрите видео и вы не вышиваете ну то есть вы как сказать не умеете вышивать то я могу вам сказать открыть такой секрет что вы если вы смотрите это видео и заинтересовали и вам хотя бы чуть-чуть стало интересно то вы уже умеете вышивать потому что этот талант лежит очень глубоко и далеко и нужно большое желание и это великий труд чтобы заставить себя просто сесть начать научиться вышивать разобраться в этом во всем на первый взгляд кажется что-то взял ниточку да иголочку сиди себе там вышивать то нет не так уж это все легко нужно правильно подобрать правильную иголочку выбрать себе подобрать по душе ниточки обязательно нужно выбрать правильные пальцы правильную канву ну то есть здесь много всяких нюансов которые уже с годами со временем каждая рукодельница выбирает себе свои у кого ниточки с хс у кого пэри любимый у кого дмс кого модера ты здесь уже кому что нравится у кого какие иголочки кто любит какими-то там определенными иголочками пользоваться кто вышивает всеми иголочками одна иголочкой на равномерку на канву есть уже по-разному например у меня разные иголочки и одна иголочка идет на канву она не одна их несколько я имею ввиду размер иголочки идет на канву и размеры иголочки другой идет на равномерку естественно бисерные иголочки мне тоже другие потому что бисерные иголочки они совершенно имеют другие свойства не очень острые они очень тонкие ими вышивать ниточками но просто наверное невозможно хотя как говорится на безрыбье рак рыба но можно попробовать но все же это должно быть . влезла мне это должно быть настолько индивидуально что это только с опытом и с практикой происходит зашить этот черный фон мне нужно очень не скучно я вообще не очень люблю такую однотонную работу которая не совсем интересная но мне нужно ее сделать потому что нужно вышивать хочу рассказать вам так сказать вам то что на белой канве не настолько легче вышивать чем на черный хотя со мной могут спорить многие но это лично только мой взгляд только лично мое мнение то есть это только я говорю про себя я не говорю в общем про всех или в общем про вас я говорю это только себе и про себя то что мне не все равно я вышиваю на черной канве ли я вышиваю на белой канве мне это одинаково единственное что если я буду вышивать на белой канве белыми нитками не будет сложно либо я буду вышивать на черной канве черными нитками мне тоже будет сложно потому что там нужно приглядываться присматриваться где же ты вышел а где не вышел потому что можно пропустить один крестик у меня такое было не было и вышивала на черной конве черными нитками и пропустила крестик и когда я это заметила ну там уже возвращать смысла было просто просто не было смысла там его особо и не видно но факт остался фактом крестик и один не вышел а так сейчас я дошью вот еще один и второй крестик до вышиваю и буду смотреть по схеме где же я вышила чтобы мне не ошибиться не на вышивать здесь больше черного потому что я могу где-то ошибиться пропустить какой-то цвет в принципе схема разработана очень удачно мне очень нравится мало одиночек очень она такая легкая это что меня очень хорошо радует потому что у меня есть схема вишенек которые меня не сильно хорошо радует они очень сложные и вот именно с этой схемой я поняла что она мне будет мобильной будет переносной потому что она легкая то есть потому что ей очень легко вышивать ее я вот взяла она вот так вот у меня собрано в пяльцах все собранная взяла в пакетик положила ниточки взяла планшетки взяла ну то есть и все приехали на место я это все достала и стяжу себе вышиваю наслаждаюсь природой ну как бы вот так вот на этой неделе тоже я очень мало кстати это вышивка то есть и в дальнейшем и будет в плейлисте написано что это будет вышивка у меня улов но я такие назвала естественно понятно что это улов так что если вам интересно будет наблюдать за тем как я вышиваю эту это вообще вышивку вы подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик обязательно чтобы не пропустить видео которое будет выпущено следующее то есть обещаю будет интересно будем с вами разговаривать на разные темы обсуждать разные вопросы ну подписывайтесь будем вместе с вами делать мир красивее и добрее так смотрим по схеме смотрим по схеме я здесь вижу что вот что вот здесь вот мне нужно сделать два черных кристика среди зелененьких так опять же я поменял опять камеру как она мне стоит по-другому сейчас и я не всегда могу ориентироваться где же где вы а где я я не всегда могу пропорцию когда начинаю отвлекаться на крестик когда начинаю отвлекаться на иголочку вот я могу потеряли где-то вас но ничего это опыт это практика которая со временем придет чем больше мы будем с вами вместе вышивать тем будет у меня лучше это получаться и тем лучше вы будете быстрее ко мне привыкать к моему голосу к моим вышивкам так что смотрите наслаждайтесь вдохновляйтесь вот крестик ну естественно я вышиваю всегда в одном направлении всегда в одном направлении потому что чтобы смотрелось картина ровненько красиво чтобы это все было правильно чтобы это было все как нужно как положено так вот так вот здесь есть у меня сделано отмечаю для того чтобы не пропустить и где-то какой-то крестик не до вышивать вот я здесь вот пропустила четверочку я ее уже вышивала но я ее здесь пропустила и мне придется вдевать ниточку опять в иголочку чтобы вышить вот только один крестик здесь ну как бы и вот здесь вот еще если вы посмотрите на схеме 3 2 пустых тоже что-то я здесь пропустила она есть сейчас посмотрю вдруг здесь черным нужно сделать там где же она мне здесь где же она здесь то есть вот так вот мой настоящий живой процесс вышивки вот собственно происходит так постоянно общение идет со схемы так вот здесь вот этот знак я не вышила а здесь вот этот нет это не черный это мы вернемся по одному крестику вышки вот схему кстати меня галина прислала в pdf файле то есть можно было ее мнение распечатывать вышивать с компьютера либо с ноутбука либо с телефона но я не люблю я не люблю электронные схемы я их печатаю распечатываю на лист бумаги для меня это больше как бы очень нравится это живая схема я считаю я могу здесь себе отметить что угодно написать вот 10 писала сколько крестиков вышла то есть я считала и себе сделала такую пометочку написать когда я начал этот листочек вышивать то есть мне нравится отмечать схемы ну как бы это такие моменты которые и есть часть вообще все вышивки в части всего процесса можно так сказать как ритуал знаете как ритуал такой ты садишься вышиваешь у тебя бумажная схема у тебя красивые маркеры ты вышиваешь отмечаешь то есть так вот красиво очень красиво очень радостно и поэтому я все съемки распечатываем ну нет конечно же есть у меня схемы которые я вышиваю телефона например это схемы авантюрок но например я очень часто вышиваю авантюрки шовчиками вышивка шовчиками есть группа такая фейсбуке чудо крестики от ирины юровой там очень часто происходит вообще на проводит там авантюрки я вот в них практически всегда участвую и там схемы приходят в pdf файле ну то есть на электронную схемку делает дает там первый этап 2 там по нарастанию этапы и не всегда удобно мне их распечатать потому что когда распечатывается вот тот элемент шовчика он бывает на листочке он просто теряется ну то есть он не такой не такой четкий я пыталась там что-то там сама как-то дорисовать но это все равно не то и поэтому приходится мне вышивать с телефона я вышиваю с телефона кстати на который сейчас я снимаю вот сниму и вышиваю а как я буду снимать теперь и вышивать вместе с вами эти шовчики но я еще подумаю мне еще один из телефона я наверное с того телефона буду заходить и будем мы оттуда вам уже смотрите ну как бы вышивать еще хотела рассказать такую историю вот у меня видите шрам такой вот это мне никто не укусил никто надо мной не издевался то есть никто меня не мучил я утром мыла стакан и он у меня просто в руках просто треснул ну то есть вот у меня порезал стакан такие вот стаканы вообще они такие хрупкие я живу я вообще никаких усилий к этому стакану не придавала ничего его не жала там не била но просто я губкой внутри его как бы там мыло а он взял в ней треснул порезал мне руку ужасно болела кровь стекла но как было так вот немножечко такая приключилась история трагическая вот так что так вот нужно это все вот беленькая беленькая до конца листика мне чтобы закончить этот лист нужно вышить все черным цветом но не совсем это весело это знаете такое как больше вот уже такая рутинная какая-то работа что ли однотонная монотонная когда тебе нужно просто брать просто и вышивать да и все вышивать потому что нужно зашить это нужно мне зашить сейчас еще посмотрю по схемке у меня здесь одна осталось да это остается вот цифра 45 вот я ее пропустил это был темно-коричневый цвет и вот мне придется опять его вдевать и здесь крестик вышивать но ничего ладно нужно быть повнимательнее внимательнее смотри на схему а бывает иногда и вышиваю рядом со мной дети там прыгают а тем более все когда вышиваю на природе тогда ну тоже много отвлекающих маневров происходит вокруг что не всегда бывает уследишь где какой крестик слава богу вообще что вышиваешь по схеме то придет пенелопа а я ее сюда звать вообще не хочу потому что не люблю я вышивать и распускать как бы такое делать такое делать ненужное дело но иногда приходится иногда это необходимо так отмечаю отмечаю вот мы с вами вместе сейчас я надеюсь мы вышьем это черное такое грустное гнусное с вами за разговором вы тоже берите вышивку вышивайте кто вышивать крестиком кто может кладью кто вышивает бисером вышивать вместе со мной вместе веселее вот может быть у кого-то тоже есть такая же вышивка что с темным фоном либо наоборот с белым фоном что тоже немало не меньше скучнее нежели черным просто мне кажется скучно вышивать просто одно одним цветом то и все тебе нужно вышивать да и вышивать не менять ниточки особенно когда ты только начинаешь схемку вот мне нравится начинать новую вышивку когда еще ты этими цветами ниточек вообще не вышивала вот я не вышивала на твои каким-то цветами я беру новенький цвет вставляю в иголочку начинаю вышивать крестик я смотрю просто какой-то цвет красивый как это красиво получается это радостно это радует это вдохновляет вот а когда ну что я здесь но черное выщу да и выщу просто единственная вышью это я уже приду на другой листик я уже буду дальше что-то вышивать вот это единственно держит это диск единственный мой есть тему как говорят братья вышивать это черной ниткой просто ну что ж эта схема разработана по моей фотографии по моей просьбе то есть это не дизайнер придумал там много черного это моя фотография это я сама захотела как говорится то есть вот сама пожинаю же свои плоды как говорят что посеешь то пожнешь вот я этим сейчас и занимаюсь сейчас вышли мы с вами погода конечно на этих выходных не очень хорошо себя порадовала такая пасмурная дождь был ну ничего как говорится у природы нет плохой погоды и нужно радоваться тому что есть у нас сейчас то есть есть солнышко радуемся солнышку идет дождь радуемся дождику будет урожай ну каждый человек это понимает знает от скуки мы можем всегда спастись берем вышивку и вышиваем вышиваем в любом нас в любом случае чтобы у вас бы не случилось жизни нужно просто брать и вышивать хорошее что-то да конечно нужно нужно это подкрепить вышивкой вышить хорошая плохое что-то случается наоборот нужно уйти от этих проблем от этих забот и начать садиться и вышивать научиться вышивать несложно главное желание будет желание можно взять все угодно все что вашей душе угодно главное опять же чтобы было это ваше желание так я вышила вот этих 2 вот это я вышила и вот это я вышила что я здесь еще вышиваю и вышиваю я вот этот ряд осталось немножко но так уж это как-то прям я не знаю вы поймете ну наверное вы мне понимаете как это скучно однотонно и монотонно это вышивать черным цветом так уже мне нужно дошить я вообще мужу пообещала вышить эту вышивку до следующего дня рыбака кстати немножечко расскажу предысторию можно так сказать к этой схеме был в этом году день рыбака и я решила сделать своему мужу подарок ну и мы поехали в рыбацкий магазине могу поехали там проедем рядышком то есть нашла предлог говорю вот давай пройдем посмотрим что же там может быть что-нибудь и выберете или купили ему удочку там все чтоб не нужно там всяко всячины говорят у вас рукодельном магазине там лишь много всего ради бога вы не были в рыбацком магазине сколько там всего чего там только нет я вообще я не зато можно потерять там вообще там я говорю рыбы столько в реках в озерах нету сколько здесь вообще всего этой рыбы какие-то там блесна какие-то там ну вообще я даже и уже эти названия не могу выговорить сказать они смеются что это такое пяльца то пяльца с пальцами все понятно они он круглый да и все а там же разного размера разного вида и так самое главное еще мне вообще поражать на каждую рыбу нужно свой определенный там своя определенно должна быть снасть на щуку такая на окуня такая на карпа такая на ну короче я не рыбак не знаю не разбираюсь и и просто с вами делюсь своим наблюдением что рыбацкое дело это еще похлеще вышивки у нас иголочки нужно подбирать какую же иголочку выбрать какой же иголочка вышивать а там они подбирают просто все начинают удочки заканчивая леской и вообще я не знаю там темный лес ну вот купили моему эту удочку и поехали мы на рыбалку поехали на рыбалку рыбачить погода была не очень хорошая был дождь я там на берегу и спала вот по этим одеялом ну короче так была какая-то очень плохая погода и здесь мы собрались уже уезжать ну то есть ну что сидеть ничего не ловится погода не рыбацкая как мне муж сказал не рыбная погода как раз надо поменялось это же поменялась погода была сначала перед этим неделя солнышко потом было резкое похолодание ну и то есть вот так вот и только мы начали собирать вещи тут тут у нас на эту же удочку как она называется это поклевка как она там ну и собственно начал тянуть там всякая всякая такая всячина рассказать это так интересно увлекательно как рыбаки могут я не могу потому что я только наблюдатель вот и вот мы поймали эту рыбу этот толстолоб сколько он видел 7800 кажется толстолоб это был как бы хорошенькая такая вкусная была рыбка порадовала всех нас особенно детей дети вообще были просто в восторге от этой рыбехи до сих пор они вспоминают но мы ждем от нашего папы новых новых рыб новых трофеев но мне нужно сначала вышить эту я пообещала до следующего дня рыбака вышить и уже оформить вышивку потому что говорю как бы на следующего на следующий день рыбака уже планирую другую вышивать свою рыбу трофейную как пока миссия не вышью я же другую не могу заказать схему и вот поэтому нужно вышивать как можно больше вот но это первый листик у меня такое не сильно интересным потому что весь фон здесь листочки дальше пойдет интересней дальше пойдет веселее ниточки у меня дмс мне очень приятно с ними работать канва у меня не помню как она точно называется но знаю производства германии тоже очень хорошая канва ровненькие листики на ней получаются очень удобно работать с качественными вообще тканями с качественными ниточками я практически каждую вышивку вышиваю ниточками дмс но бывают иногда исключение когда попадается схема там или в наборе там попадаются ниточки ну не дмс там схс либо перри но это уже когда как когда как попадется наверное я уже устал от этого черного цвета и мне уже так очень не хочется уже собрать это все дело и положить опять в ящик потому что но я устаю от однотонной вообще вышивки я устаю от этого сильно много и быстро я вышить не могу так что сейчас мы еще в общем давайте пару рядочков и буду я закругляться потому что уже но нужно отдохнуть нужно отдохнуть от этого темного цвета нужно сделать перерывчик вы не забывайте комментировать фор вообще видео не забывайте подписаться кто не подписался не забывайте нажать колокольчик потому что будем дальше вышивать есть чем заниматься будем с вами вместе вышивать будем вместе если у кого не выше вон его прогонять если у кого выше вон то вместе веселее веселее вместе вышивать веселее когда кто-то с тобой еще вышивает но к сожалению у меня нет компании не только чтобы кто-то сел со мной бы рядышком бы и вышивал вот повезло тем девочкам вышивальщицам которых есть компания это либо это дочка либо это внучка либо это сестра либо это не знаю там может быть даже муж я знаю что мужчины тоже вышивают что тоже увлекаются вышивкой и кстати у них получается нет не хуже чем у нас девочек ну знаю таких фейсбуке видела несколько раз и очень хороший там грандиозно просто работы они вышивают очень конечно же интересно и самое поразительное что это вышивают мужчины но это нужно усидчивость усидчивость сосредоточенность ну то есть просто нужно любить это дело вышивку нужно любить ну не знаю никогда там уже своему говорила что говорю вы меня возите на рыбалку каждые выходные мы сделаем выходные вышивки я раздам вам всем по схеме по набору раздам и тогда уже мы будем вышивать все вместе вот я доделываю крестик мы с вами будем прощаться потому что уже вижу телефон мне там говорит что пока говори уже начинает разряжаться и я уже тоже устала черной вышивки хочу вам сказать пока с вами было приятно вышивать с вами была милочка всем пока пока